Уважаемые коллеги, с вашего позволения я выступлю в национальном качестве и прежде всего хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за организацию юбилейного саммита ОДКБ в Москве и за тёплый приём. Конечно же, юбилей нашей организации ещё и очень хороший повод, чтобы подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. Александр Григорьевич, конечно же, поднял очень важные вопросы по поводу взаимодействия между странами-членами ОДКБ и президент Белоруссии коснулся, нужно прямо сказать, довольно-таки проблематичных вопросов. Но, в общем, нужно сказать, что в истории ОДКБ очень много позитива, потому что реально ОДКБ был, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Но, как мы уже видим, в сегодняшнем юбилейном саммите мы обсуждаем не только юбилейные вопросы, потому что в зоне ответственности ОДКБ ситуация довольно-таки напряжённая. И я хочу коснуться некоторым вопросам, о которых говорил президент Белоруссии. Касательно голосований стран, членов нашей организации, конечно же, такая проблема существует. Часто наши голосования не очень синхронны, но это нужно заметить, что не новый вопрос. И это долгое время сопутствует нашим организациям. И Армения неоднократно подняла этот вопрос. Мы рабочим порядком неоднократно этот вопрос обсуждали, реагирование. Это тоже очень важный вопрос для Армении, потому что, как вы знаете, в прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. И Армения обратился к ОДКБ, чтобы воздействовать механизмы, которые предназначены в положении порядка реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года, который был утвержден документ Советом коллективной безопасности. Но, к сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения. Ещё долгое время мы поднимали вопрос о продаже оружия со стороны стран-членов ОДКБ к недружественной стране для Армении, которая в итоге была использована против Армении и против армянского народа. И это тоже проблема. И, честно говоря, реакция стран-членов ОДКБ в течение 44-дневной войны 2020 года и после войны не очень обрадовала Республику Армения и вообще армянский народ. Но я хочу подчеркнуть особую роль Российской Федерации и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в деле при остановке войны в Нагорном Карабахе. И я хочу ещё раз подтвердить, что Армения продолжает быть привержена к трёхсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года, я имею в виду трёхстороннее заявление президента Российской Федерации Азербайджана и премьер-министра Армении, ещё трёхстороннее заявление 11 января и 26 ноября 2021 года. Но я думаю, что подвести итоги действительно очень важны и хорошо. Но Армения, как член-учредитель организации договора коллективной безопасности, мы привержены к дальнейшему развитию организации и считаем организацию ключевым фактором для стабильности и безопасности в Евразийском регионе и для безопасности Республики Армении. Мы, в общем, положительно настроены, чтобы в полном объёме поддержать организацию и её дальнейшее развитие.